Всем приветик! Мы сегодня в такой городок заехали, небольшой, называется Woodbridge. На самом деле, так достаточно заехали, а неожиданно, как обычно в нашей жизни. Поэтому ничего вам не скажу про город, сама ничего не знаю, так просто мимо ехали, решили посмотреть. Вот, но что хотелось тут показать? Ну, здесь сувенирный магазинчик небольшой. Вот, обратите внимание, 19 мая будет свадьба, ну, принца Гарри и, в общем, его там невесты. И вовсю-вовсю уже здесь готовятся к этому событию. В сувенирных магазинах уже можно купить всякие кружки и тарелочки, чтобы в связи с этим событием повесить у себя где-нибудь или поставить в квартире. Потому что знаете, да, что ко всем юбилеям тоже выпускаются в королевским всякие кружечки новые, такой-то юбилей, такой-то юбилей. И вот, кто любит, в общем, королевскую семью и все, что с ней связано, и всякое-то отмечается в жизни, вот, уже может подготовиться заранее. Ой, я не могу, смотрите, какая красота. Ну, видно, что отлив, да, и поэтому здесь такое мелководье. И вот эти нероболт, хотя они вообще такие большие, стоят прямо на суше. Один раз мы были в Норфолке, и тоже был отлив. И вот так все лодки стояли на песке там, да, на иле. И у нас по плану должен был быть такая экскурсия на лодке. И мы так подошли, а воды нет. И мы говорим, а где вода-то? Они говорят, ой, не переживайте, она придет. Мы думали обман. И за 15 минут все наполнилось водой, и все поплыло вообще. Это был для меня шок, как прилив быстро приходит. После этого я стала уже, перестала удивляться, когда везде висят объявления, осторожно, прилив, осторожно, прилив. Ну вот, в общем, такой маленький городок. Тут Марина. Везде лодки, лодки, лодки стоят. Просто какой-то такой классный. Как бы, как бы моря нет, это просто речка тут какая-то. Woodbridge. Какая речка. River Deben. Вот так вот. И мы как бы здесь. Здесь вот железнодорожная станция. И ходит поезд длиной в один вагон. Вот. Смотрите, какие развлечения в этих городках. Развлечения умиротворяющие. Сесть на набережной и смотреть на лодки. И ждать прилива. Потому что в таких местах можно книжки писать. Пришел, сел и сиди себе думай. А вот еще смотрите, что покажу. Сидит девушка, кофе пьет и читает книжку. И у нее коляска. Вы думаете, это для ребенка? Нет. Это для собачки. Собачка тоже может стать философом в таком месте, мне кажется. Вот не знаю, как жить в таком месте. Тоже может быть прекрасно. Или надо определенный склад ума иметь. То есть вот так вот ты приезжаешь. И вообще тебе кажется, что лучше на земле места нет. Вот если каждый день живешь, не знаю, как. Наверное, должен любить такие тихие места человек. А еще обратите внимание. Такой маленький кустик цветет голубыми цветочками. Это розмарин. Вот сейчас весна он зацвел. И я вам честно признаюсь, я розмарин здесь почти никогда не покупаю. Всегда рву. Ну, то есть, конечно, не на таких вот клумбах. Но очень часто его в качестве какой-то живой изгороди или просто даже в парках кустарники. Они такие огромные на самом деле. Это какой-то розмарин детка. Вот. И мне все время жалко тратить фунт в магазине на розмарин. Я рву. Не знаю, можно или нет. Мне кажется, можно. Если он так активно и дико растет. Еще во многих городах вдоль дорог дилеры продают машинки подержанные. А в некоторых городах вот дилеры вдоль дорог лодками приторговывают. Ну, круто. Атмосферненько. Вот видите, уже беленькая лодка продана. Вот это тоже капитан Джек продано. В общем, лодки пользуются спросом. Когда есть такая марина. В общем, не то, что мне хотелось очень поговорить на эту тему. Но поскольку несколько человек меня уже спрашивают постоянно в комментариях, что у меня за значок все время прицеплен и что он означает, вот, то хотелось бы немного прояснить. В общем, я ношу такой значок. Выглядит он вот так. Или, вернее, его старая версия. Baby on board. Этот значок означает, что мы ждем второго малыша. И на самом деле это мой значок с первой беременности. Вот я в нем попала под дождь, и он как-то печально выглядит. Теперь у меня новенький. Он так изменился, почему-то стал, значит, не красным, а синим. Что это за значки? Где их дают и для чего они нужны? Эти значки любая беременная женщина может получить бесплатно от городского, не знаю, Министерства транспорта или что это? Ну, ТФЛ, Transport for London. Раньше можно было их просто получить на любой станции метро. Можно было просто подойти к работнику станции и сказать, что тебе нужен такой значок Baby on board, и тебе бы его дали сразу. Они бесплатные. Ну, потом, в общем, между нашими малышами была какая-то реформа и глобальные сокращения в городском транспорте. И сейчас все, в общем, работники, вот эти вот тетеньки, которые продают билеты, они были сокращены. Везде на станциях метро стоят только автоматы. Поэтому, может быть, и можно где-то это взять на станции метро, но я как-то не нашла. Может быть, это все на спрос теперь. Можно просто заполнить форму на сайте Transport for London, ТФЛ, и написать, что тебе нужен такой значок. Там очень простая форма, буквально адрес и фамилия. И тебе домой высылают такой значок для того, чтобы можно было его носить. По идее, он предназначен для того, чтобы надевать его в общественном транспорте, потому что не всегда так очевидно, что женщина беременная, особенно на ранних сроках. А особенно на ранних сроках женщина чувствует себя не очень. И поэтому, если у вас есть значок, то это как бы, в общем, для других людей такой знак, что вам можно было бы уступить место. Опять же, вот я не знаю, очень часто я слышу и читаю, что в Лондоне, в общем, люди очень глухи и слепы потребностям других, что место не уступают, никого не пропускают. Я не знаю, может быть, мне так везет. Может быть, я не так часто езжу на общественном транспорте. Ну, на работу каждый день я не езжу, да. Но у меня ни разу не было случая, чтобы мне не уступили место или там куда-то не пропустили или что-то такое. В общем, всегда, все ко мне всегда очень внимательны. Посторонние прохожие и пассажиры. По сути, этот значок, хотя он для транспорта, но я на самом деле ношу везде, там и в магазин, и туда, и сюда, потому что, ну, все равно как-то лучше, если люди, которые тебя окружают там в очереди или где-то там, да, будут, значит, в положении, и с тобой надо, в общем, как-то считаться. В общем, пользуюсь такими преимуществами. Насколько я слышала, мне уже сказали, что в Москве сейчас тоже выпустили такие значки для беременных женщин. Я даже посмотрела в интернете, как они выглядят. Красненькие такие. И их, ну, я только вот не знаю, их продают или раздают, или где их можно получить, там, в метро или в женской консультации. Вот, если кто-то знает, пожалуйста, напишите, очень интересно, если у кого-то был такой опыт или кто-то носит такой значок или видел женщин с такими значками, вообще, как все это проходит, насколько они заметны, потому что, ну, все-таки, мне кажется, вот это очень заметно. Красный значок как-то, ну, мало ли что у тебя там написано на красном фоне. Вот, уступают ли место, как люди относятся, и вообще, как все это работает, очень интересно, потому что, мне кажется, для России это тоже такой новый опыт, да, здесь это давно, а в России это что-то новенькое, вот. Ну, в общем, напишите. Ну, и по поводу второго малышастика тоже хотелось добавить, что, как я уже сказала, не то, что я хотела как-то это анонсировать на своем канале, в общем, все знают, что канал у меня не очень личный или семейный, он больше про Англию, но, ну, и скрывать я тоже это не вижу смысла, потому что, в основном, это сейчас уже очень всем очевидно, и, кроме того, я человек, на самом деле, не суеверный вообще, да, чтобы что-то скрывать там или что-то не снимать, не показывать, то есть я не верю, что это как-то влияет вообще на нашу жизнь, поэтому, в общем, да, мы на пороге новых событий в нашей жизни.